Во всем мире 13 ноября отмечают День слепых. Он утвержден Всемирной организацией здравоохранения и призван привлечь внимание к тем, кто лишен возможности видеть. Как живут и учатся люди, которые смотрят на мир с помощью звуков и на ощупь, наш корреспондент расскажет. Я здоровье берегу, сам себе я помогу. Глазки открыли, очки надели. Беречь здоровье и в первую очередь зрение учеников Малаховской школы-интерната приучают с первого класса. В середине каждого урока гимнастика. Она помогает глазам отдохнуть. Не напрягать зрение во время учёбы помогают и современные приборы. Видеоувеличитель позволяет приблизить даже самый мелкий текст. В старших классах, помимо изучения общеобразовательных предметов, ребята осваивают робототехнику. Также учатся читать книги с помощью специальной программы. Она озвучивает любой печатный текст. Она говорит из знаки пропинания и прочее. Ещё нужно распространить настолько ровно, как человек, походу, не способен сделать, чтобы он распространял буквы, а не какие-нибудь цифры, иностранные буквы и прочее. Обучение в таких школах длится 12 лет. За это время ребята успевают освоить школьную программу, а тефлопедагоги и окулист с помощью медицинского оборудования и методик помогают скорректировать зрение. Это позволяет выпускникам поступать в любой вуз. Выпускница 12 класса у нас поступила в МГУНОА экономический факультет. Она была медалистка, золотую медалью закончила школу. После 10 класса у нас поступили в медицинский колледж. Дети также поступили в Реутово колледж. Это производственное предприятие «Модуль». Здесь трудятся преимущественно слабовидящие. Они комплектуют и упаковывают детали. Сейчас выполняют заказ от производителей лифтов. В настоящее время предприятие загружено наполовину своей мощности. Готовы взять дополнительный объем по сборке и упаковке различных изделий. Это все в плане переговоров. Значит, профиль предприятия – это сборка картонашных изделий, это сборка каких-то маленьких электрозгутов, сборка светоустановочных изделий. Плотно раньше работали с типографиями, плотно работали с кондитерскими фабриками по сборке подарочных наборов. Местное отделение Всероссийского общества слепых насчитывает 170 человек. Его председатель Павел Синёв постоянно помогает им, кому советом, кому делом. В первую очередь рассказывает, как правильно считывать тактильную плитку. С продольными полосами подскажет направление движения. Другая, с мини-полусферами, предупредит об опасности. Например, о ступеньке. Слепые пользуются не только тактильными обозначениями на дорогах, но и навигаторами. Есть приложение в смартфоны, по которым слабовидящие или слепые пользуются как навигатор. Там буквально до того, что там тут ступени, там подъем и так далее, так далее, так далее. Честер, вперед. Вперед. Почти год ориентироваться в городском пространстве Светлане Телицыной помогает собака-поводырь Честер. Лабрадор позволил Люберчанке совершать мини-путешествие по городу без помощи родных. Ведь четвероногий помощник всегда найдет путь домой. Единственное, с чем столкнулась Светлана, в магазины, поликлинику и другие организации с Честером ее не пускают. Хотя по закону на собак-поводырей этот запрет не распространяется. Ведь по документам пес – техническое средство реабилитации инвалида. Приходится объяснять, рассказывать, показывать документы. И то, что, на мой взгляд, объяснять не должно было бы быть. То есть слепой передвигается, куда-то пришел, но, на мой взгляд, это уже победа. Но нет, да, нас очень много не пускают. Или же приходится пройти сначала процедуру через главного администратора, а потом уже нам рады, в общем-то, в этих же магазинах. В последние годы в Люберцах много сделано для безопасного передвижения по городу. Особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. При реконструкции тротуаров укладывают тактильную плитку, устанавливают перильные ограждения и светофоры со звуком. В будущем работа в этом направлении продолжится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.